Начинаю вторую часть видеообзора про вот эту ТВ приставку. Неделю назад я показывал в первой части, что она сгорела-погорела. Предоставили мне ее за недорого, практически бесплатно. Ну что же, я тоже сюда встроил цифровой китайский модуль, выход на пассивную акустику. Вот такой вот франкенштейн получается, просто монстр просто какой-то. Так вот блок питания на 12 вольт 1 ампер. Ну для вот этого цифрового китайского модуля 1 ампера это мало, желательно полтора, а в идеале два с половиной ампера. Так, подключаю. Здесь в розетку подключаю. Акустика не подключена, но блямкнула. И это понятно почему. Такой вот франкенштейн. покажу. Ну конечно же, это все бутафория. Это все бутафория. Здесь тоже бутафория. колодка для акустики, для внешней пассивной. Здесь ничего нет. Ну клей отдеру, ничего страшного. Так. Соответственно это тоже бутафория. Ну если например вот выключить, так вот я сейчас выключу. Внешне, что боковые стороны, что верхняя сторона, что морда лица осталась все та же. Но разворачиваю эту ТВ приставку. Так, ну пока вот, чтобы мне не мешалась она. Так, вот начну справа. Хотя здесь обозначено 5 вольт, я подкручил, сделал вход на 12 вольт. Так, вот здесь вот был разъем HDTV. Сюда я строил 3,5 миллиметра миниджек. Выход, линейный выход. Так, здесь AV. Я сделал AV вход, то есть AUX вход. Так, USB. USB. Что спереди, что сзади, за параллелью одинаково. И вуаля. Вот такую колодку для выхода внешней, ну для подключения внешней акустики я решил сделать. Почему? Ну потому что вот это вот, ну куда приспособить? Назад. Если вот сюда приспособить, все, она все закроет, перекроет. И не будет доступа к разъему. Причем никаким. Я решил сделать вот как. То есть крайние серенькие получается. Это минус, середина, оранжевый и зеленый это плюс. Колонки, вот они, я подключил. Колонки GVC, японские. Так, сопротивление 4 Ома. Так, здесь гриль есть. Здесь гриль я пока снял. Ну точно такая же колонка подключена. То есть вот еще раз говорю. Можно подключить сюда тоже пружинный зажим, но вот таким вот образом. Во всяком случае, гармонично получилось. Так, посмотрю. Нет, там ничего не замыкает. Нет, все нормально. Ничего не замыкает. Так вот смотрим. Вот. Ну можно концы, конечно, и покороче сделать. Я имею в виду проводов. Так, и низ. Внизу изначально ничего не было. Даже ножки были там, не ножки, а точечки такие, микроточечки. Ну, пластиковые, понятно, делали. Я здесь сделал 4 кнопки. И один микропереключатель, то есть для включения и выключения цифрового модуля. Ну, давайте вот так. Вот так я выключил цифровой модуль. А вот так вот я включу. А, включу. И не включу. Я же не подключил. Вот, хвостик. А я подключу. Вот сюда вставляю в разъем. 5,5 миллиметров. Так, ну опять сейчас разворачиваю. Кручу-верчу, запутать хочу. Не фокусируйте, да? Так, ну вот включаю. Вот так. Так, это FM-радио. Так, ну, например, автопоиск. Ну, вот спуты, например, да? Кручу-верчу. Возможно, вообще всего 40. 40. Дальше. Дальше. Допустите. Допустите. Качество приема радиостанций так себе. Вот прям хуже, чем на предыдущих цифровых модулях. И на этом модуле, цифровом, китайском, есть еще пару косяков. Я расскажу по ходу этого видеообзора. Антенну телескопическую я не стал там что-то мудрить, лепить. Внутри я два витка вот так вот сделал. Провода. Ну, так называемая антенна будет эта. Так, ну, громко чуть-чуть добавлю. Чтобы зрение было вашим сильным местом. Если вы хотите воспринимать информацию... Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, очень так себе прием радиостанций. Так, USB флешка. Вот таким образом я вставляю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ЗВУШКhin Субтитры сделал DimaTorzok Добавил ДARSинки Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Здесь режимы работ, то есть если в левую сторону чуть надавить и отпустить, трек назад или трек на USB или на microSD карточки назад или радиостанция назад. Если вот эту сторону кратко нажать, следующий трек на USB или на microSD карточки или радиостанции. Так, здесь, если кратко нажать, режимы работ. Так, я еще задействовал там четвертую кнопку, но режим паузы, она не работает. Точнее, работает, но работает коряво. Может быть у меня руки корявые, но во всяком случае, когда я проверял вот этот модуль до того, как модернизировать, громкость вперед и громкость назад, ну как сказать, глючно работала и кнопка паузы не работала. Вот в чем прикол. То есть я впервые покупаю вот этот вот модуль китайский, рекомендовать не буду никому покупать такой модуль. Хотя, еще раз говорю, заявлено 2 по 25 Вт, но здесь нет 2 по 25 Вт, но в лучшем случае 2 по 7 Вт. Это в лучшем случае. Вот, может быть даже 2 по 5 Вт. РМС имеется ввиду, то есть прошивка или прошивка, или в общем, я не знаю, ну корявый модуль, не буду покупать больше такой. Те модули, которые предыдущие, там вообще проблем никаких не было. Здесь вот какие-то проблемы, не какие-то, а технические. Так, например, снимаю здесь USB Вт и попробую поставить сюда. Ну, впереди торчащий вот такой вот аппендикс не есть хорошо, но во всяком случае тоже работает. Так, вот следующий трек лежал. Видите, как бы не хватает ампеража. Вот уже все, заглох. Перезагрузку сейчас сделаю. Так, и громкость уменьшу. Так, сейчас пока на паузе. Помните, я говорил, что 1 Ампер, его не хватает. Когда увеличиваю громкость, уровень громкости, там до 20, еще куда не шло. Свыше 20, уже все, блокировка работает. Нужен 1,5 Ампер или лучше 2 Ампера. Ну, 12 Вт, конечно. Так, вот снимаю с паузы. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот я опять на паузу нажал. Звук медленный. Как будто, знаете, не то, что ленту на кассете тянет. Как будто надо моторчик побольше обороты дать. А это играет USB флешка. То есть, еще раз говорю, вот этот модуль, он, ну как косячный. Я такой покупать больше не буду. То есть, он то нормально работает, я имею в виду воспроизведение USB флешки на нормальной скорости. А вот сейчас работает на пониженной скорости. И ничего с этим не сделаешь. Может быть, перезагрузить только. Так, снимаю с паузы. Так, вот я выключу сейчас. Не знаю, что-нибудь изменится, нет? Нет. Вообще, капец просто. Так, сейчас попробую поставить опять назад. Хотя, еще раз говорю, что передний USB хост, что задний USB хост, они запараллелены. И здесь не имеет значения сзади или спереди вставлять USB флешку. Звук должен быть нормальный, не замедленный. Ну, все равно замедленный. Это перемотка вперед. Это перемотка назад. Пауза. Снимаюсь, пауза. Снимаюсь, пауза. По блютузу я в третьей части буду рассказывать micro sd карточку тоже кстати вот она микро sd карточка воспроизведение я имею ввиду на вот этой вот черной маленькой коробочке по bluetooth каналу покажу расскажу и опять же с планшета по aux входу вход понятное дело это маленькая коробочка так ну и выключаю вот она ну как то так